Добрый день, глупо уважаемые председатели, глупо уважаемые коллеги. Мы сегодня уже частично касались этой темы, но хотелось бы подробнее остановиться на некоторых, скажем, новых возможностях, которые буквально недавно у нас появилась возможность использовать уже в соответствии с клиническими рекомендациями. Надеемся, что очень скоро появится практическая возможность использовать данные препараты. Это, конечно, новая комбинация таргетных препаратов. Сегодня показывали разные схемы наших возможных выборов терапии при меланоме. Схема с каждым годом, мне кажется, все больше усложняется и усложняется, все больше зацикливается, потому что мы уже все более уверенно проводим реиндукции, реиндукции различных опций лекарственного лечения. И все, что здесь выделено красным, оно доступно только, конечно, для пациентов с бравмутированной меланомой. Почему мы так говорим про бравмутацию? Да, это частое событие, одно из самых частых событий, в меланоме – это драйверная мутация, влияя на которую и организовывая так называемый вертикальный, здесь показано, блок, мы можем достичь лучшего эффекта в терапии. Но, однако, надо помнить, что это лишь часть сигнального пути и немаловажно оказывается информация о как параллельные ветки этого сигнального пути идут и что происходит с другими компонентами. Вот подход к такому вертикальному ингибированию, комбинированной терапии бравимейкингибитором. Мы знаем, что она всегда оказывает лучший эффект, чем монотерапия теми же препаратами, то есть без мейкингибиторов. У нас как раз появилась вот эта вот новая комбинация энкарафениб-бениметиниб, о которой я сегодня хотел бы более полно сказать. Это комбинация, которая дает на сегодняшний день наибольшую частоту контроля над заболеванием. Итак, мы основываемся на данных исследования Колумбус, которые имеют такую сложную, непростую судьбу. Это исследование рандомизированное третьей фазы, в которых препарат проверялся гипотезой о превосходстве либо монотерапии энкарафенибом, либо терапии энкарафенибом и бениметинибом над стандартным на то время препаратом веморофенибом. Пациенты имели стандартное, в общем-то, распределение. Достаточно большое количество пациентов имели М1С стадию. Это еще предыдущая классификация ТНМ, то есть все пациенты с повышенным уровнем ЛДГ входили в 4 М1С стадию. В данной ситуации мы видим достаточно большое количество пациентов с значительным распространением процесса. Также существенную долю предлеченных пациентов, в течение которых допускалось в это исследование. Что оказалось? Что, конечно, комбинированная терапия энкарафениб в основной группе этого исследования применялся в дозе 450 миллиграмм один раз в день, а бениметиниб применялся в дозе 45 миллиграммов два раза в день, частота объективных ответов была действительно выше, чем в веморофенибе. Причем это преимущество касалось и полных ответов и частичных ответов, как мы здесь видим. Если сравнить с другими комбинациями, так, синие исследования Колумбус, другие комбинации препаратов, здесь показаны динамические статические показатели выживаемости, медиана и пятилетняя выживаемость на данном слайде представлены. Мы видим, что новая комбинация, она дает одну из наиболее хороших результатов по продолжительности жизни, при том, что контрольная группа, она, в общем-то, одинакова, и одну из лучших вариантов по медиане времени до прогрессирования, что, конечно, отличает эту комбинацию от других комбинаций. На сегодняшний день у нас доступны уже, на самом деле, 7-летние результаты выживаемости. Они были опубликованы в прошлом году, где мы видим, что однозначно группа комбинированной терапии превышает группу монотерапии энкорофенибом. Но мы видим здесь две важные вещи. Не только то, что комбинированная таргетная терапия лучше, чем монотерапия. Мы видим, что монотерапия энкорофенибом лучше, чем монотерапия веморофенибом. То есть энкорофениб – это реально брав ингибитор второго поколения. Потому что он улучшает и время прогрессирования, и общую выживаемость по сравнению с ингибитором предыдущего поколения. Конечно, результаты и по медиане времени до прогрессирования очень значительные. И по анализу пятилетней и семилетней выживаемости мы видим, что преимущество сохраняется у комбинированной терапии по сравнению с монотерапией и веморофенибом. Тут просто разительное преимущество и по сравнению с таргетной терапией энкорофенибом. Ну вот сравнение уже медиан общей выживаемости. Вы видите, на новую комбинацию у нас наилучшие показатели медиана общей выживаемости – 33,6 месяца. Хорошие показатели пятилетней выживаемости. И мы помним, что это достаточно тяжелая категория была пациентов. Поэтому это такие значимые результаты. Мы очень надеемся, конечно, на появление этой комбинации в реальной клинической практике. Что касается семилетних тоже результатов и обновленного анализа выживаемости, мы видим практически на 10 месяцев увеличение медианы общей выживаемости по сравнению с лучшей группой монотерапии. Ну, я уже не беру веморофениб, потому что веморофениб показывает гораздо худшие результаты. Но надо сказать, что в регистрационных исследованиях веморофенибы результаты-то были еще хуже по общей выживаемости. Там где-то медиана была в районе 11 месяцев. То есть это уже показатель комплексного нашего влияния со современными методами терапии. И таким образом семилетняя выживаемость – 27%, пятилетняя выживаемость – 35% на группе комбинированной терапии. Надо сказать, что наш центр участвовал в этом исследовании. У нас действительно на сегодняшний день остались пациенты исключительно из группы комбинированной терапии, которые перевалили за десятилетний рубеж лечения. То есть они 10 лет получают терапию с редукцией медоз. Но, тем не менее, эти пациенты есть и фактически они у нас дошли до почти полного регресса. Тоже тематически рентгенологи видят остаточные какие-то изменения. Кто-то говорит, что это полный регресс, кто-то не полный регресс. Но, тем не менее, это хороший такой эффект. Что касается данным по безопасности, то здесь, в принципе, мы видим, что данные достаточно однородные по разным методам терапии. И в исследовании Колумбус у нас особых озабоченностей по безопасности не было. И даже несколько лучшие результаты были получены, особенно относительно лихорадки. Дорога много рассказывала правда брафениб, траметиниб с этим нежелательным явлением. Здесь их было значительно меньше. Диарея тоже было меньше, чем в комбинациях других препаратов. Ну и, конечно, отсутствие его мрафениба обеспечило практически нулевую светочувствительность на этих препаратах. То есть это препараты, которые переносятся достаточно хорошо. Из опыта можно сказать, что да, те нежелательные явления, которые типичны для класса таргетной терапии брафиметингибиторов, они встречаются у пациентов, но они возникают достаточно отсрочно во времени. Что мы можем сказать при сравнительном анализе? Ну вот еще визуализация той таблицы, которая была показана на предыдущем слайде. Еще раз поговорим, что низкие данные по лихорадке, по светочувствительности бывают перексии на данной комбинации препаратов, но они, в общем-то, достаточно редки. Обращаю ваше внимание, что, как для всех брафиметингибиторов, есть риски серозной ретинопатии, которыми надо управлять просто и которые не препятствуют назначению, в общем-то, препарата. Ну и если посмотреть по данным за семилетнее наблюдение препарата, в принципе, комбинированная терапия характеровалась благоприятным профилем безопасности в целом, и у нас не так много было на комбинированной терапии нежелательных явлений, требующих прерывания дозы смены лечения. Если мы посмотрим здесь на слайде, вот на эту строчку, то в гопе монотерапии гораздо чаще приходилось редуцировать дозы, и это показатель того, что для брафиметингибиторов действительно подтверждается тезис о большей безопасности комбинированной терапии. Что касается прогностических моментов, то все уже говорили, что пациенты с высоким уровнем ЛДГ имеют гораздо худший прогноз. Ничего не изменилось в исследовании Колумбус. Действительно, пациенты с высоким уровнем ЛДГ живут меньше, получают меньше пользы, но, тем не менее, такие небольшие зазоры между монотерапией и комбинированной терапией, они позволяют нам искать другие прогностические маркиры, кто лучше всего выигрывает от назначения комбинированной терапии. И здесь мы видим, что уровень ЛДГ, да, это хорошо, но мы должны лечить всех пациентов с низким уровнем ЛДГ и с высоким уровнем ЛДГ. Проблем больше как раз у пациентов с высоким уровнем ЛДГ, потому что у них более агрессивное заболевание. Что интересно оказалось, что, казалось бы, таргетная терапия – это такой метод, который не связан с иммунологическими аспектами. Тем не менее, было проанализировано в исследовании Колумбус уровень экспрессии PD-L1. И оказалось, что у пациентов с максимальной экспрессией PD-L1 наибольший размер эффекта от проведения комбинированной терапии. То есть, пациенты наиболее иммуночувствительные, там, где мы ожидаем наибольший выигрыш от иммунотерапии, они же получают наибольшую пользу от комбинированной терапии. И здесь это особенно хорошо видно даже не во времени до прогрессирования, а в общей выживаемости. Посмотрите, насколько выше эта кривая идет просто у пациентов с высоким уровнем PD-L1, которые получают комбинированную терапию анкарафенибом-бенеметиневым. И здесь результат – это мы видим, что медиана общей выживаемости превышает 50%. То есть, эти результаты приближаются к тем результатам, которые мы на комбинированной иммунотерапии достигаем. Другой очень неожиданный маркер, который проверили в этом исследовании – это уровень RBB2. Мы знаем, что, в общем-то, этот белок имеет большое прогностическое значение при различных солидных опухолях, но для меланомы он как бы не особо популярное мишень. Тем не менее, оказалось, что у пациентов с низкой экспрессией RBB2 достигается наивысший результат от комбинированной терапии, потому что нет параллельной активации сигнального пути. Таким образом, здесь исследование показывает, что действительно нам надо при назначении комбинированной таргетной терапии анализировать, а как активирован сигнальный путь, какие обходные пути есть. Потому что, если это сигнальный путь в единственном виде представлены, мы получаем максимальную пользу от вертикального ингибирования. И то же самое оказалось для признаков активации PIA3K сигнального пути. То есть, параллельный BRAF, сигнальный путь, если он активирован в опухоли, оказывается, то комбинированная терапия работает хуже. Фактически, мы не видим такого выигрыша по сравнению с этим. И если активацию сигнального пути PIA3K достаточно сложно в реальной клинической практике посмотреть, то предыдущий уровень экспрессии RBB2 мы достаточно легко можем посмотреть в реальной клинической практике. Поэтому, подходя к итогу, конечно, мы должны сказать, что на сегодняшний день таргетная терапия – это ключевой метод лечения пациентов с BRAF мутированной меланомой. И мы в свои руки получили дополнительную комбинацию, которая расширяет наши возможности, которые включают в себя самый сильный BRAF ингибитор и который, конечно, будет важной опцией, особенно для пациентов, которые уже ранее получали какую-то из комбинированной терапии. Прежде всего, речь касается прогрессирующих на дювантной терапии, потому что знаем, что после перерыва мы можем возобновить терапию, но лучше бы сменить комбинацию. Вот теперь у нас есть комбинация, которая более сильная. Профиль безопасности абсолютно управляемый, позволяет добиваться длительных эффектов лечения. Мы можем действительно назначать комбинацию годами с очень хорошим качеством жизни. И, конечно, наилучшие результаты будут дать никто у тех пациентов, у которых будет низкий уровень ЛДГ, у которых будет высокий уровень ПДЛ-1 и у которых не будет признаков активации дополнительных сигнальных путей. Ну и в заключение хотелось бы также пригласить на нашу будущую конференцию «Белая ночь». Для тех, кто не зарегистрировался, есть QR-код здесь, можно его сфотографировать и перейти по ссылке на регистрацию на данный форум. Спасибо за внимание.